Стоят самолеты и вот такие вот планеры. И наверху хорошо видно дата 1798 год. Итак, я отправляюсь в знаменитые Старицкие пещеры. Всем привет, уважаемые зрители. С вами канал Андерволд и его ведущий Степа Волф. Сейчас я держу путь в Старицу. Один из древних русских малых городов, который находится в Тверской области. Там очень много интересных достопримечательностей, которые я хочу посмотреть. Достопримечательности есть и чисто туристические, и исторические. И есть места, которые представляют интерес с точки зрения именно индустриального туризма. То есть это заброшенные фабрики, здания, каменоломни. А сейчас я нахожусь недалеко уже от Старицы. В населенном пункте, который называется Степурино. И заметил такое вот интересное здание. Но домик представляет явно историческую ценность. Дом купца Василия Ивановича Белова постройки 1905 года. Сейчас там находится администрация поселка. А еще проезжая здесь по этому населенному пункту, мы увидели очень красивую церковь. Которая сейчас тоже находится в заброшенном состоянии. Но на колокольне можно видеть колокола. Рядом находится, я так понимаю, само здание церкови. Церковь обнесена забором. И похоже, что то ли ее готовят к реставрации. В общем, тут не совсем все это заброшено. Называется это церковь Флора и Лавра. Ближе к Старице качество дорог становится ужасным. И передвигаться приходится буквально со скоростью 10 км в час. И вот первое место, которое я хотел посетить недалеко от Старицы. Это аэродром. Здесь же находится еще рядом плотина. Аэродром недавно был заброшенный. Но, судя по всему, сейчас он уже используется по назначению. Там видно, стоят какие-то самолеты. Построен новый ангар. Сейчас поедем, посмотрим. На аэродроме сделали, заасфальтировали взлетно-посадочную полосу. Судя по тому, что я читал в интернете раньше, тут была грунтовая взлетно-посадочная полоса. Стоят самолеты и вот такие вот планеры. Оставил машину и решили отправиться пешком. Поскольку меня совершенно сейчас не привлекает перспектива завязанность вот в этой грязи, без особой надежды на помощь со стороны, выбираться отсюда будет очень и очень непросто. И отправляемся еще в одно место, которое я хотел посмотреть. На карте отмеченная плотина. Подходим к земляному рву, который был обозначен на карте. С этого рва открывается очень красивый вид на небольшое озеро. И сейчас пойдем посмотрим, что же там за плотина. Вот такое вот не совсем обычное гидротехническое сооружение. Здесь мы видим шиберный затвор. Вот там вот внизу, куда уходит крепление этого шибера, вот внизу можно разглядеть торец шиберного затвора. А вот здесь вот приводится в действие, он поднимается и опускается вот этим механизмом. Дальше идет небольшая камера, потом короткий участок-коллектор под земляным рвом. И вот отсюда выходит канал. Красота! Озеро, тишина и плотина. Вот въехали в Старицу. И сейчас направляемся к центру города. Самый центр Старицы. А мы сейчас спускаемся к мосту через Волгу. Вот впереди мост через Волгу. И на другой стороне находится Старицкое городище, где когда-то был Кремль Старицкий. Как только поднимаешься с моста через Волгу, тебя встречает вечно молодой Ильич. А сама Старица представляет из себя в основном старые малоэтажные дома, как и большинство небольших городов центральной России исторических. Очень много встречается здесь полуразрушенных строений. период постройки, которых относится к 18 веку и, возможно, даже еще ранее. Как, например, вот здесь вот вдоль улицы видна оставшаяся часть фасада какого-то старого здания. Окна заколочены, но на самом деле за ними просто ничего нет. Осталась целая только часть вот этого вот фасада. На самом деле Старица представляет из себя просто огромное обилие исторических зданий, строений. Первое, что нас встречает, это вот такая белокаменная постройка, которая известна как Старицкие кузницы. И наверху хорошо видно дата 1798 год. А вот так вот выглядит помещение этих кузниц изнутри. Белокаменная кладка. Здесь наверху можно видеть цепь, возможно, это уже что-то более современное. Но цепь явно тоже не наших времен, скажем так. Вот эта вот постройка тоже, очевидно, относилась к кузнице. Наверху, на переднем плане, мы можем видеть колокольню Борисоглебского собора со Спасской церковью в нижнем ярусе, постройки 1827 года. Храм был создан нетипичным для 19 века древнейшим архитектурным стилем, и же под колоколы, когда храм сооружается непосредственно под колоколы. Подобное решение применялось на Руси в конце 15-го, начале 16-го века, и называлось еще под звоном или под колокольный храм. Чуть дальше расположен Борисоглебский собор, история которого начинается в середине 16-го века. В 1803 году он был разобран за ветхостью, и в первой четверти 19-го века был разведен новый храм, который сохранился до наших дней. Унизу еще одна церковь, которая тоже, к сожалению, пришла в упадок, и на заднем плане можно видеть мост через Волгу. Мы вышли к Старицкому городищу, где раньше располагался Кремль, и перед нами сейчас буквально через несколько десятков шагов откроется классический вид на Старицу, а вид на излучину реки Волги, на Старицкий мужской монастырь. Вот красивый ажурный мост через Волгу, и вид на Старицкий монастырь. Впереди гора, на которой находится Старицкое городище, внизу монастырь, а перед входом на гору, где был Старицкий Кремль, находится вот такой вот мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Конечно, красивейший вид открывается на Старицу со земляного вала на месте, где когда-то был Старицкий Кремль. Старица – один из древних русских городов, основанный в 1297 году как крепость на Волге. Одной из самых известных достопримечательностей Старицы является мужской свято-успенский монастырь, заложенный в первой половине 16 века. Хотя местные предания говорят о том, что история его началась еще с 12 века. Так выглядит земляной вал. Все это когда-то было насыпано вручную, и он защищал Старицкий Кремль. Высота этого вала очень приличная. Булыжничек, наверное, еще как минимум 19 века, как максимум точнее. Причем интересно, здесь сделана именно такая вот булыжная, булыжный тротуарь, потому что чуть ниже находится проезжая часть, по которой когда-то ездили экипажи. Впереди мы видим здание церкови Пороскевы Пятницы, которая была построена второй половине 18 века, с 1750 по 1784 годы постройки. И само здание церкви, оно дошло до наших дней в первозданном виде. То есть какие-то серьезные перестройки и реконструкции обошли ее стороной. Мы можем видеть постройку практически такой, какой она была задумана архитекторами еще в середине 18 века. Пойдем посмотрим на церковь внутри. По слухам говорят, там сохранились очень красивые фрески. Вот мы внутри храма, как я говорил, этот храм построен был начато строительством в середине 18 века, в 1750-х годах. В основном в строительстве использовался камень. Отсюда есть выход в церковный двор. И можно пройти в колокольню, куда мы сейчас и отправимся. Колокольня в храмах, пожалуй, одни из самых интересных мест. Вот эта колокольня полностью белокаменная. Похоже, вообще без использования строилась без применения в строительстве кирпича. И вот мы у самого моста через Волгу. Сейчас я хочу пройти в конструкции моста и немножечко поснимать там. Очень интересная местная особенность. То, что в конструкции моста ведет лестница абсолютно никак не перекрытая, никем не охраняемая. Зато фактически мы ничего и не нарушаем. Поднимаясь сюда. Пытаюсь одновременно и снимать, и смотреть под ноги. А тут меня ждал небольшой облом. Вот так вот выглядят улочки 18 века. Похоже, что здесь вообще все без особых изменений. Местный абандончик. Пойдем быстренько посмотрим, что же там внутри. Главное, никуда не провалиться. Когда-то здесь была печь. А это вход в квартиру. Зато какие виды открываются из окна. И снова печь. В этой квартире тоже было печное отопление. В каждой квартире была своя печь. Здесь даже остались какие-то предметы интерьера. Обои. Фотообои. Местная промышленность. Швейное предприятие «Русь». И во дворе можно видеть такой раритет. 21-ю Волгу. Мы тем временем приближаемся к церкви Вознесения Господня. Которая стоит на берегу реки Волги. По другую сторону от моста. Рядом с церковью мы видим разрушенное здание. Уже современной постройки годов, наверное, 70-х. Судя по всему, там была какая-то контора или какое-то производство. Поскольку тоже не похоже на жилое здание. Такую вот фактурную избушку с курьими ножками наоборот. Тут уже видно, что церковь Вознесения Господня явно внутри перестраивалась не раз. И судя по всему, в советское время она использовалась под какое-то учреждение. Вот здесь кто-то пытался скрывать полы. Сейчас бегло осмотрим церковь. Вот в этой части располагалось здание, похоже, пристроенное уже позже. На полу уже советская плитка. И помещение, в котором когда-то явно был санузел. Вот это старая часть церкви. И вот, наконец, уже в ночи я добрался до Старицких пещер. Точнее, пещер здесь достаточно много. Я на данный момент знаю, по крайней мере, о трёх из них. И вот я добрался до системы, которая находится ближе всего к городу. И пойду сейчас разведаю, что же там внутри. По слухам, здесь хотели сделать экскурсии и так далее. Поставить всё это на поток. И поэтому сюда сделали такой вот цивильный вход. То есть в своё время кто-то хотел поставить это именно на основу, как туристические экскурсии в эти пещеры. А вот как эти каменоломни выглядят с улицы, когда камень добывался ещё открытым способом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте, где вы найдёте много интересного о подземных и заброшенных объектах, о новых технологиях, эксплуатирующих коммунальных организаций и любопытную историческую информацию. Ссылка в описании. Я сейчас нахожусь на нижнем ярусе. Пришёл только что, вот был там наверху. И продолжаю искать, где же здесь вход в каменоломня. Похоже, что это оно. Итак, я отправляюсь в знаменитые Старицкие пещеры. Как и было уже неоднократно сказано в интернете, что ходить здесь можно практически в полный рост. Субтитры подогнал «Симон» Как и было уже неоднократно. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok